Всем привет, с вами Саргас. Как я успел заметить, видео практической направленности пользуются большой популярностью. Многим понравились видео без подготовки и большинству интересны мои живые рассуждения, но я полностью согласен с теми, кто считает, что серьезные практические видео должны быть короткими, емкими и информативными. Можно по полчаса растекаться мыслью по древу, это вполне нормально для разговорных видео, но когда человек перелопатил уже гору литературы, сайтов, форумов в поисках полезной информации, а теперь еще и я буду ему лить воду в уши, это слишком жестоко. Потому сегодня я постараюсь максимально коротко и информативно рассказать о том, как исполнить желание с помощью магии. Что я хочу сразу отметить, сто раз уже повторял, но так как продолжают задавать вопросы, вынужден вновь вернуться к этой теме. Голая визуализация не работает. Если вы нарисуете на бумажке домик, вырежете свою фотографию и наклеите ее на этот домик, то поздравляю! Вы умеете делать аппликации. Детский сад для умственно отсталых вам уже не грозит. Однако дом вы, разумеется, не получите. За все нужно платить. И если вы с помощью магии хотите заработать миллион, то вы должны отдать энергетический эквивалент этого миллиона. Выражаться он может в деньгах, в здоровье, во времени, в семейном счастье и так далее. Углубляться в эти механизмы я сейчас не хочу. Вся информация есть на канале. Кому интересно, ознакомьтесь. Там каких-то две сотни видео. Какое продуктивное, аж сам не помню, в каких видео об этом говорил. Разумеется, выжесказанное касается не только рисунков на стенах, которые попахивают дебилизмом. Любые афимации, самовнушения, заклинания, заговоры и ритуалы требуют оплаты. Об этом я достаточно подробно рассказывал в пятой главе своей книги, которая должна выйти примерно одновременно с этим видео. Кто на нее еще не подписан, настоятельно рекомендую это сделать. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Итак, для начала постарайтесь сформулировать свое желание. Думаю, если вы заинтересовались данной практикой, оно у вас есть. Желание должно касаться лично вас. Не стоит пытаться с помощью данной техники воздействовать на других людей, тем более пытаться нарушать чью-то свободу воли. То есть, если вы хотите обрести простое женское счастье, не стоит пытаться оправдать этим самые темные поступки. Чтобы обрести женское счастье, не нужно уводить мужчину из семьи, накладывать на него приворот, а на его жену и ребенка смертельные порчи. Если вы хотите любви, то вы можете пожелать встретить человека, который бы подходил вам. Но уж точно не стоит желать, чтобы кто-то конкретный вас полюбил. Также не рекомендую пытаться с помощью магии желания получить какие-то новые способности. Вполне возможно, что вы и ваше поле просто не готовы к этому. Но если вы пожелаете, в вашей жизни может начаться такая очереда инициаций, что вы будете не рады своему опрометчивому желанию, потеряв все и оказавшись на краю смерти. Вы сформулировали простое, адекватное желание, которое не касается других людей, не нарушает ничью волю и не дает вам новых магических способностей. Теперь зажгите свечу, поздоровайтесь с огнем и попросите его помочь исполнить ваше желание. Взамен предложите свою энергию. В качестве своеобразного аванса слепите энергетический шарик, как это делается я рассказывал в одном из видео, и поместите его в пламя свечи. Теперь подробно опишите желаемое на бумаге. Если вы хотите найти любовь, то опишите, каким должен быть человек и каким вы видите будущие отношения. Больше реализма, никаких белых коней. Голубоглазый блондин на Мерседесе это, конечно, интересно, но если он будет тупым или пьющим, то вряд ли такой союз покажется вам идеальным. Если вы хотите новую работу, то подробно опишите, чем бы вы хотели заниматься, и не забудьте указать желаемую зарплату с возможностью увеличивать доход. Думаю, принцип вы поняли. Теперь формулируем желание как можно короче, в идеале одним словом, к примеру, любовь, карьера, ребенок, выход из колеса сансары, если вы такой же отчаянный, как я. Далее. Острием ножа пишем выбранное слово на горящей свече сверху вниз, от фитиля к основанию. Главное, не затушите ее случайно. Теперь, когда слово написано, поджигаем от пламени свечи лист бумаги с подробным описанием желания и еще раз просим огонь исполнить его, пока бумага горит. Чтобы не сжечь квартиру, что вполне может стать первым испытанием на пути к вашей магической цели, оставьте бумажку догорать на белой тарелке. Обычно остается не сгоревший уголок, его можно будет просто выбросить, для ритуала он уже не важен. Создаем еще один энергетический шарик и точно так же, как и первый, передаем огню. Двумя пальцами дающей руки, если не знаете, какая дающая, то правой руки, тушим фитиль, заворачиваем свечу в чистый лист белой бумаги и убираем ее в укромное место. Очень рекомендую лист снаружи подписать, отметив дату проведения ритуала и его цель, так как после того, как желание исполнится, вам нужно будет вновь зажечь эту свечу, влить туда еще с десяток энергетических шариков, а лучше направить поток энергии напрямую и оставить свечу догорать до конца. Только тогда контракт будет считаться завершенным. Также настоятельно рекомендую фиксировать все ваши магические практики в отдельной тетради. Так вы спустя несколько лет сможете отслеживать, что получилось, что не получилось, а что получилось, но не так, как вы хотели. Надеюсь, данный ритуал поможет вам исполнить все ваши действительно важные желания. Проводить его можно не чаще одного раза в лунный цикл, то есть примерно раз в месяц. Однако не рекомендую злоупотреблять, особенно если желания сложные и на их реализацию требуется время, так как энергия будет продолжать идти для поддержки вашего желания. Один-два ритуала, конечно, вас без энергии не оставят, но с десяток таких незавершенных ритуалов вполне могут довести ваше поле до полного энергетического истощения. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь им с друзьями. Благодарю за внимание, с вами был Sargas, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой новый сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу магии и приобретайте мастер-классы в соответствующем разделе моего сайта. До встречи!